Добрый день, друзья! С вами на связи интернет-магазин попадив10.ru Сегодня к нам на видеообзор попал пневматический пистолет Вальтер ППК-С черного цвета. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Открываем и видим инструкцию на многих языках. Причем также здесь есть инструкция и на русском языке. Вот начинаются русские буквы, вы можете видеть. Инструкция содержит красочные картиночки. Если вы никогда не стреляли из оружия, можете обучиться стрельбе именно по вот этой книжке. Также в комплект поставки входит сам пистолет. Ну и больше ничего. Модель снабжена блоубэком. То есть во время стрельбы двигается затвор. Ну и соответственно становится стрельба более реалистичной. То есть у вас появляется эффект отдачи. И может показаться, что как бы вы стреляете из боевого оружия. Модель снабжена двухпозиционным предохранителем. Он находится на правой стороне. Его можно передвигать именно указательным пальцем. Нижнее положение safe, это то есть не стреляет. Верхнее положение fire, то есть стреляет. Сейчас посмотрим поподробнее. Баллончик устанавливается под накладку рукояти левую. И докручивается прижимным винтом с барашком. Магазин выполнен в виде обычного рядного магазина. На 18 шариков. Что в принципе достаточно. Заряжается простенько. Давайте зарядим несколько шариков. Ставим баллончик. Посмотрим как пистолет стреляет. Отодвигаем подаватель вниз. И засыпаем через отверстие, которое находится сверху сзади магазина, наши шарики. Я сейчас засыплю вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь шариков. Ну и сделаю выстрелы по мишени, которая стоит справа от меня. Ну относительно вас будет слева соответственно. Так, секундочку. Выглядит сложность с установкой баллона. Баллон устанавливается следующим образом. Нужно открутить винт по максимуму назад. Ставить заднюю часть баллона. И потом вкручивать его. Все, пистолет готов стрелять. Запомните, перекручивать не стоит баллончик. То есть можно просто-напросто чуть-чуть докрутить после того, как он пробьется. Теперь вставляем магазин в пистолет. Передергиваем затвор обязательно в первый раз. Ну и стреляем по мишени. Все. Как вы видите, в тот момент, когда заканчиваются шарики, пистолет становится на затворную задержку. И, соответственно, можно достать магазин, зарядить его, снять затворные задержки до повторного передергивания затвора. И вставить заново заряженный магазин. В качестве основного прицельного приспособления на модели используются мушка и целик. По поводу того, как достается магазин. Еще раз покажу поподробнее, потому что, возможно, вы это не заметили. Нажимаем на кнопочку под затвором. И вытаскиваем. По поводу материалов пистолета. Затвор выполнен из металла. Корпус также выполнен из металла. Пластик используется только для накладок рукояти. Ну и, соответственно, барашка. На мой взгляд, в этом пистолете этот барашек это единственный минус. Все остальное одни плюсы. Он очень приятный на ощупь. Достаточно легко лежит в руке. То есть, очень удобно, скажу, держать его в руке. И отдача достаточно приятная. На этом, пожалуй, и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. Также хотелось бы заметить, что каждому пистолету в результате мы вам даем скидочный купон на повторные покупки. Так что не теряйте их и приходите к нам еще. До свидания.